Привет, мобильные геймеры! С вами Фликер, и это Farlight 84. В PlayMarket эта игра в раннем доступе, и вы можете спокойно её скачать на свой Android. Естественно, поддерживает не все устройства, но я играю на 865 Snapdragon, а точнее на Poco F2 Pro, и игруха поддерживает ультра настройки графики. Вот мы можем зайти сюда и посмотреть, как вы уже заметили, ультра доступно. И хочу сказать, моё почтение, ни лесенок, ничего я такого не заметил. Игруха реально преобразилась, стала симпатичнее, но всё же есть в ней недостатки. Если вы не смотрели моё предыдущее видео по этой игре, когда она совсем ещё была в зачатке, обязательно оставлю для вас видео в подсказках сверху, можете перейти посмотреть. Ну а мы отправимся в матч. У меня сейчас доступно три персонажа, кстати, их здесь стало больше, давайте на всех посмотрим. Вот этой Хордер не было. Этот чувачок был, кстати, прогрузка странная какая-то, не сразу. Night Watchman тоже был, вот этого чувака я не видел, вот эту чувиху Ольга тоже не видел, Санил был, вот эта Хорд подруга была, я, кстати, ей и играл, но хочу заметить, попец у неё уменьшили. Это грустно. Ну да ладно. Дальше у нас вот этой Райда не было, Йонг не было этого чувака, ну и Мэгги тут идёт, и дальше уже все персонажи, которые предоставляются в самом начале бесплатно. И я так полагаю, что большинство из них можно будет спокойно с помощью основной валюты забрать. Что ж, давайте отправимся непосредственно в матч, посмотрим, что в игре изменилось. Помимо графики, нам сюда добавили новый транспорт. Если в первом видосе, который я делал, и вообще в первой версии, бета, наверное, это была, или альфа, которую я скачивал с топ-тапа, там не было мотоциклов летающих, то здесь они есть. Я надеюсь, мы обязательно, конечно же, ознакомимся с ним. И, хотя, слушайте, да ничего, папцы-то выглядят нормально. Так, ну мы оказываемся на какой-то базе. Здесь у нас все собираются. Игруха сделана на Unreal Engine 3, наверное, может быть 4, ХЗ. Прикольно, кстати, выглядит. Всё очень чётко, единственное, что вот, ну небо, может быть, не совсем доработанное, можно было бы текстур побольше добавить. Хочу сказать, игруха весит ещё немного, около гигабайта, по-моему, там, гиг с чем-то, а при этом показывает очень даже неплохую картинку. С тенями, как у нас дела? Тени хорошие, не... С лесенками. Также у нас, напоминаю, имеется... Вот не могут пока они только залезать, анимации нет. Как вы уже заметили, 60 игроков у нас здесь. И сразу бросается в глаза мыльная карта. Ну, понятно, когда мы будем спускаться, она будет более симпатичной. Вон вообще прорисовывается чё-то. Ну, здесь ещё не доработано. Так, что, куда мы отправимся? Давайте посмотрим, что у нас тут есть по дороге, так скажем. Спрингфилд. Это чё, блин, Симпсоны, что ли? Так, можно в ферму отправиться, можно вот... Резорт какой-то, это типа отель. Вот из этой капсулы мы, короче, падаем. Или вот можно вот сюда, например. Так, а это чё? Усиление полёта, видимо. Да, здесь есть у нас джетпак. Это прикольно. Тачки здесь тоже немножко доработали. Они более симпатично выглядят. Управляются тоже неплохо. Так. Ну, видите, есть, конечно... Воу-воу-воу-воу-воу! Не очень приятные моменты с анимациями. Слушайте, а я чё здесь... Воу! А чё вас так много-то, блин? Офигеть! То есть я здесь сразу попал, короче... Ну, это боты, стопудово. Игроков здесь пока что не так много. Так, давай-ка я вот эту. Во! Это типа дробаш. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Ну, это бот. Видите, он... Да что ты говоришь? На-те! В башню. Блин, а... А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а... Патрончики-то кончи-то. Так, давайте за патронами, за патронами. Где-то там, дружище. Всё, завален. Сейчас патрончики у него заберём. Ещё мы, кстати, энергию можем собирать у них. И эту энергию как раз используют для джетпака, по-моему. Для нитро. Так. Здесь есть тоже ранговость у оружия. То есть там эпичная, обычная, легендарная и так далее. А чё ты не открываешь-то их? О! Сейчас мы всё проверим здесь. То есть челиков-то много посрубал. Можно подняться на второй этаж. Глянуть, что имеется там. Здесь, конечно же, пушечки. Чуть такое прикольное. Слушайте, окружение очень хорошо выполнено. У меня, в принципе, претензий особых таких прям нету. Можем мы так же вот делать ещё. Так называемый дэш. Так. Надо, короче, поискать транспорт. Давай перезарядимся. Ну, перезарядка анимации тоже пока страдает. Видно, что игруха улучшилась. Однозначно. Если в предыдущую версию, когда я играл, там, по-моему, даже травы вот этой не было. И пиксели чаще, конечно, встречались. То здесь уже более симпатично всё. Нормально выглядит. Вполне. Неплохая замена Фортнайту. Но, конечно, работать здесь есть ещё над чем. Пишите в комментах, кто успел опробовать игру. Какие мысли у вас. Ну, мне пока что нравится то, что я вижу. Не нравится то, что здесь у нас в основном одни боты. И с ними грустно. И вот анимации нету. Видите? У нас перепрыгивание. То есть она просто запрыгивает. Я думаю, что когда релиз прям мировой стартанёт, когда игра, допустим, ещё выйдет и на iOS, и обладатели айфонов, айпэдов и прочих устройств на платформе от Apple смогут игру скачать. Там будет всё более доработано. Так, обязательно. Вот и, кстати, видите? Он прям сразу забирает все упаковки. И вот неприкольно то, что оно вот в воздухе как-то висит. С другой стороны, в Фортнайте тоже, по-моему, оно в воздухе оружие или какие-то вещи. Ну, вот глюк был сейчас. Так. Аптечку обязательно берём. Всё. Теперь надо найти автомобиль какой-нибудь, маслкар. Маслкар здесь классно выглядит. Да, местами всё равно он баги, какие-то прогрузки происходят. Ещё не дополнено. Ну, блин, студия Инди. Как я понял, не крупная. Крупный бы разработчик не всё так делал. Там бы на релизе уже всё должно было быть хорошо. Можно автострельбу, если что, включить. Во, подзарядка. И вот здесь транспорт как раз есть новенький. Давай. А, у меня типа 100% заряд. Ну, ладно. Давай. Используем. Прокатимся на тачке. Тачилы здесь прям стали лучше. Опа, опа, подожди. Я вижу кое-что. Я хочу это забрать. Воу, 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 воу. Блин. Перепрыгнул лишнего. Давай. А, мы же можем вот так, наверное, сейчас зайти, да? И быстрее зарядка пополнится. Сейчас мы так... Оп. Ого. Тут же... А, вот. Короче, энергию можно использовать для открытия подобных ящичков. Хорошо. Давайте прокатимся. Плюс ещё в тачках то, что у нас здесь имеется пушка. И мы сразу же можем ехать и стрелять. Так, стопэ. Глюка как... Ой-ой-ой-ой, у нас зона ещё идёт. Я чё-то тут разболтался совсем. Поехали, короче, в зону. Надеюсь, мне попадётся что-нибудь. Да, ещё есть у нас вот такие вот всякие чувачки. Но сейчас я не буду на них заострять внимание, потому что у нас зона буря приближается. И надо въехать, конечно же, туда, куда надо. Так, поехали до дропчика, доедем. Вот дроп здесь очень долго открывается. Вот ты кто? Так, где гон? Ну, это бот был. Ладно. Гоним дальше. Вот у нас дропчик упал. Сейчас мы его откроем. Дроп очень долго открывается. И вот, кстати, опять же, не исправили, очень быстро потемнело. Либо это из-за того, что просто зона приблизилась, и поэтому у нас резко стемнело. Очень долго, короче, он дроп открывает. Мне кажется, вот это время надо значительно уменьшить. И да, тут у нас вот есть легендарные пушечки. Например, давай возьмём и это, и возьмём. Всё. Красота. Теперь у меня легендарные стволы. Надо найти, короче, летающую тачку. Я надеюсь, она где-нибудь сейчас у меня встретится. Хочу вам просто показать. Это очень круто. Или хотя бы мотоцикл. Потому что мотоцикл тоже довольно-таки эффектно выглядит. Вон кто-то стоит вон там, да. Тут они бегают. Спокойно можно, короче, вот так вот валить. И причём бесконечное количество патронов. Ладно, поехали искать, короче, летающую тачку. А вот она, да? Точняк. Блин, она выглядит прям как из назад в будущее. Вот сейчас посмотрите, как она поднимется. Ох, прям вообще кайфушки. И также мы можем вести огонь с помощью неё. Есть у нас вот такая вот тачила. Это типа гоночная, но от неё что-то гоночного ничем не отдаёт. Нитрухи нету вот у этой тачки. Но у неё есть большой плюс. Она может прям по воде ездить. Точнее, не по воде, а над водой. Так. Пока игроков не так много, так что вы можете подключиться и... Можно порубиться вместе. Локации ничего так сделано. Конечно, да, отдаёт фортнайтам. Может быть ещё какой-то игрой? Напишите в комментариях. Может кому-то фрифайер напоминает. Но мне лично фрифайер нет, не напоминает. Больше всего, конечно, фортнайт прям. Вон наш чувачок бегает какой-то. Есть зомбаки различные. И зомби, кстати, какие-то модифицированные, бля. В металле. И вот есть робот такой вот. Сейчас мы их всех завалим. И давай выйдем. Заберём тут аптечки. Залутаемся. Во время ходьбы она тоже может нормально себя лечить. Вот, у нас стало ещё темнее. Так, надо найти моцик. А то, блин, моцик такая тема. Так. Сейчас куда-нибудь доедем. Я надеюсь, он где-нибудь тут у нас стоит и имеется. Блин, моцик просто реально прикольный. Ну или я постараюсь потом где-нибудь в конце вставить. Ооо, вот она. Вот этот вот маслкар прям огонь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Шо это я натворил? Ох, и звук, кстати, неплохой. Неплохой в игре. Короче, с управлением тачек они тоже поработали. С чёткостью графики тоже. У меня претензий никаких лично нету. То, что мы ещё можем и стрелять из машины, это очень круто. Но, правда, почему-то патроны не заканчиваются. Это как-то не совсем нереалистично. Всё-таки здесь какой-то постапокалипсис больше. А патронов очень много. Так, это заправка какая-то. Нет, вот мотоцикла нету, блин. Хотелось бы ещё мотоцикл показать. К сожалению, у нас физики здесь нету такой, чтобы, например, наехать на какой-то знак, и он упал. А может быть, вот давай попробуем. Эх. Хотел сбить кактус. Не получилось. Так, окей, ладно. Совсем чуть-чуть осталась у нас зона схлопнется. Давайте я выйду, всё-таки прогуляюсь. Может быть, здесь где-нибудь внутри мотоцикл имеется. Вот, четвёх ноги и этот паук также вот тут у нас есть. Так, давай посмотрим, что у нас в этом дропе. Матчи примерно идут минут 15-20, наверное. Сейчас. Да серьёзно. Разнёс сразу. А, смотрите-ка. Мы как бы продолжаем. Открывать. Вот здесь анимация и произошла. А тогда анимацию я что-то не помню, чтобы она была. Прикольно, слушайте. Так, окей. Зона у нас идёт. Надо бежать в зону. Можно так вот сделать, чтобы быстро переместиться. Два раза дэш. Устройство, кстати, неплохо греется. Вот 15 минут я поиграл, уже сам экран такой, ну, тёпленький. Неплохо тёпленький стал. Прицел у нас тоже имеется. Вот анимации нету, как он перелезает. Ну, чё? Так. Двое человек осталось. Я и ещё один бот, скорее всего. Где-то у нас должен быть этот чувачок. Всё. Виктор и победа. Очень быстро, очень быстро. Ну, всё потому, что здесь одни боты. Как только вы узнаете о выходе игры, вы, естественно, тоже скачаете, попробуете и напишите в комментах, как вам данное творение. Спасибо одному из подписчиков, кто написал мне в комментариях то, что Флик вышел в Фарлайт, можно спокойно с Плеймаркета скачать. Качай, ждём видосы. И я тут же сразу же скачал, думаю, блин, надо замутить. По поводу Ассалюта Рейсинг, по-моему. Вы просили меня сделать видео по ней. Игра очень старая, поэтому я сейчас в первую очередь уделяю время новинкам. А потом уже вернусь к ней, но надо опробовать, потому что многие говорят, что, блин, она действительно хорошая. Также здесь у нас есть ящички какие-то. Мы можем на время, на один день получить персонажа. По Арсеналу тут можно ознакомиться, что из себя представляют стволы. Ну, стволы классно выглядят. Мне лично нравится, напоминает какой-то вот Borderlands. И может быть ещё какую-то игру, но у меня на ум приходит лишь Борда. Далее по самим персонажам. У них должны быть ещё скинчики. Если мы вот найдём какой-нибудь... Да, кстати. Здесь мы можем ещё и джетпак поменять. Также капсулу. Также вот... Типа огонь. Здесь пока ничего нет у нас. Так, зайдём в Store. Конечно же, куда без скинчиков. Вот такие вот скинчики есть. Вот такие вот всякие джетпаки. Ну, этот чувак, понятно. 4 800, он стоит 483. Вот этой валюты синей я уже набрал. Далее, типа сами персонажи. Всё сейчас якобы по скидкам. Ну, мне вот этот, конечно, нравится. Прикольный. И его, я смотрю, многие приобретали. Так, я думаю, что даже скины к оружию здесь у нас будут. По самим режимам пока только Battle Royale и охота какая-то. Покажите, что вы великий охотник. О, на время мы можем ещё, кстати, персонажей других опробовать. Опробовать это, полагаю. Да? 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 Нет? Также за ежедневный вход мы получаем двух персонажей. Вот этого утёнка. А также ещё скинчик к вот этой подруге, которой я сейчас играл. Что ж, народ, пишите в комментах, как вам данное творение. Понравилась игра, не понравилась. Что зашло в ней, что не зашло, что хотели бы увидеть. Любопытно будет почитать ваши мысли. А на этом всё. С вами был по-прежнему Flickr, мобильный геймер. Всем пока!